Правда ли, что отношения с женщиной мужчине продлевают жизнь? Вот такую очень интересную статистику кардиологи из Университета Колорадо выявили. То есть было проведено исследование, достаточно большое количество мужчин за мужчинами наблюдали в течение нескольких лет. И сегодня мы разберем, какие же данные выявили и как отношения, как отношения с женщиной, соответственно, продлевают мужчине жизнь. Я очень рада вас приветствовать сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, делите ваше мнение и задавайте вопросы, которые вас беспокоят и интересуют. И мы их обязательно разберем. Ну что, друзья, действительно статистика очень интересная. Кардиологи, да, то есть именно кардиологи выявили данную статистику, что холостяки в два раза чаще умирают от сердечной недостаточности, чем люди, женатые или находящиеся долгое время в отношениях. В основном в исследовании все-таки указывалось именно женатые люди, поэтому будем говорить именно так. Так вот, друзья мои, особенно кто не хочет строить отношения. Какая же здесь взаимосвязь? Может, сначала вам покажется это смешно и глупо, но тем не менее взаимосвязь есть. Речь шла о том, что у мужчин, у мужчин, находящихся в браке, снижается риск деменции, инсультов и диабета. Безусловно, здесь играет гормональный фон особую, да, особое значение играет, что нормальный гормональный фон в том числе профилактирует развитие тех или иных серьезных заболеваний или осложнений. Дальше. Мужчины 45 лет и старше в течение, после поставки, после выявления диагноза сердечная недостаточность наблюдались в течение 5 лет. Так вот, у мужчин, соответственно, 2,2 раза чаще, то есть более половины, на целую половину мужчины умирают чаще, находящиеся не в отношениях. То есть именно холостые, то есть 5 лет наблюдали после постановки диагноза сердечная недостаточность. Так вот, мужчины без отношений умирают в 2,2 раза чаще, чем мужчины, находящиеся в отношениях. Вот такая очень интересная статистика. То есть это все можно найти, эти исследования опубликованы. Это не пустозвоны, не пустые слова. С чем же это связано? Это связано с тем, что, безусловно, в отношениях женщина бдит и следит за мужчиной, чтобы у него не было никаких проблем. Выпей таблеточку, не пей много, вот тебе хороший супик несоленый. То есть вот вам прямая связь. С одной стороны, вроде бы у мужчины злятся, да что ты там ко мне пристаешь, что я там в 60 лет не могу спокойно пожить свое удовольствие. Друзья, не можете. Вот не можете вы пожить, потому что если женщины рядом с вами нет, то есть риск, во-первых, развития серьезных заболеваний, в том числе и алкоголизма. Про это тоже не нужно забывать. Ну уж даже если вы холостяк, и вы не употребляете вредные привычки, то здесь именно то, что вы не следите за своим питанием, вы не следите за своим образом жизни. И от этого возникает такое огромное количество проблем. Вот. А женщина, соответственно, во-первых, нормализует вам гормональный фон, как минимум. И не надо этот факт отрицать, так как у мужчины без отношений намного хуже гормональный фон и больше нарушений и отклонений, чем у мужчины, находящихся в отношениях. Что бы вы ни думали, да, может там жена вас бесит, беспокоит, там что угодно можете говорить, но тем не менее факт остается фактом. И от статистики мы никуда не убежим и не денемся. Так вот, я думаю, что этот факт надо взять на вооружение, дорогие мужчины. Все-таки женщина стимулирует вас держать себя в форме, приводить себя в порядок, даже на зло ей, да, и выполнять все рекомендации врача. Да, потому что обычно же мужчина идет к врачу, женщина сидит в коридоре и берет эти назначения врача и строго-строго-строго по этим назначениям все соблюдает, то, что рекомендовано мужчине. И в этом случае действительно мужчины будут гораздо дольше жить и лучше выглядеть. Вот такие, друзья мои, статистика. И здесь, я думаю, каждый из вас с этим согласится, потому что факт остается фактом. Все-таки большая категория мужчин бралась, очень большая, после 45 лет, старше 45 лет. И самое интересное, что даже если мужчины разведены или находятся не в отношениях, но были женаты, они попадают в категорию холостяков. И вот это вот значение, что почему так происходит, потому что мужчина там ничего не хочет, да, то есть он ни за чем не следит. Ну, выпил, выпил таблетку, не выпил, ну ладно, завтра выпью, да, потому что сегодня у меня баня с друзьями. Этот факт есть. И мужчинам почему-то нравится очень часто в достаточно зрелом возрасте жить одним. С одной стороны, да, это такой плюс, да, что там всю жизнь там кто-то надоедал, кто-то беспокоил, а тут он сам себе хозяин. Но с другой стороны, это и большой минус, потому что вот мы получаем то, что получаем. Я уже не говорю про правильное питание, потому что очень мало мужчин, кто сами себе готовят правильное питание. В лучшем случае вы где-то перекусили, какой-то бутерброд, а в худшем вы себе купили какую-нибудь готовую еду с огромным количеством майонеза, там, приправ и так далее. Да еще это все запили каким-то либо алкогольным напитком. И вот здесь мы получаем большое количество проблем. Поэтому, когда мужчины думают, что нам без женщин хорошо, на самом деле это не так. Мне очень интересно знать ваше мнение. Обязательно его напишите в комментариях, что вы про это думаете. Все, согласны ли вы с этим, как может быть в вашей жизни это проявляется. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Я с этим исследованием абсолютно согласна. И знаю огромное количество примеров, когда мужчины остаются одни и так вот не следят абсолютно за своим здоровьем, мало двигаются, и вообще не занимаются спортом, неправильно питаются. И отсюда мы получаем огромный воз проблем и заболеваний. Поэтому я вам крайне рекомендую все-таки придерживаться таких простых, но очень действенных рекомендаций. Друзья мои, я вас каждого приглашаю в свой телеграм-канал. Первая ссылка в описании под этим видео. Будем разбирать самые интересные темы в мире медицины и здоровья. Обязательно пишите комментарии. Под этим видео ставьте лайки, если вы согласны с моим мнением. И вам это видео понравилось. И до новых встреч. Пока-пока. Живите долго, будьте счастливы и не будьте холосты. Пока-пока.